Вместо льда – татами, а под сводами ледового дворца спорта – большое полотнище российского флага. Открытие всероссийских соревнований по каратэ Кубок Дружбы совпало с празднованием Дня Народного Единства. Тольятти принимает уже одиннадцатый по счету лично командный турнир. В этом виде спорта важна не столько сила, сколько умение чувствовать соперника. Не случайно каратэ называют искусством бесконтактного боя. К счастью, мы видим большое количество регионов и большое количество участников, традиционно приезжающих в Тольятти и принимающих участие в этом турнире. Поэтому я поздравляю, во-первых, организаторов данного турнира, говорю им большое огромное спасибо от всех спортсменов и естественной федерации за то, что ежегодно мы понимаем какой-то непочатый труд, но они делают свою работу и делают ее настолько хорошо, что мы видим, и это все отражается в количестве участников и в количестве регионов, которые посещают этот турнир. Почетным гостем соревнований стала Анна Чернышева, атолитинская каратистка, чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира. История Кубка Дружбы началась в далеком 2011-м с проведения небольших областных соревнований, где принимали участие только юные спортсмены из Самарской области. В этот раз на татами выйдут команды из более чем 30 регионов страны, а всего же в соревнованиях примут участие порядка полутора тысяч спортсменов России и ближнего зарубежного. Самые зрелищные бои кумите, по сути поединок между двумя спортсменами в синем и красном поясах. Система судейства, кстати, претерпела некоторые изменения. Теперь для начисления балла спортсмену судьи используют специальные кликеры. Это у нас подготовительное соревнование перед первенством в России. И как бы практика хорошая, то есть спортсмены сильные, например, финалисты у меня хорошие, я с ним уже встречался. Поэтому у меня в целом все получилось. Есть ошибки, есть помарки, все исправим. Цель всегда этих соревнований, да, это для молодежи, это обкаткой набрать опыта какого-то своего, да. Цель для взрослых спортсменов, это, конечно же, подготовиться к главным стартам и обкататься очередной раз для того, чтобы выявить какие-то мельчайшие ошибки, исправить их и доработать. И, соответственно, хорошо выступить потом на старте. Впереди у спортсменов первенство России. Оно пройдет в Южно-Сахалинске уже в конце ноября. Николай Гришечкин, Андрей Алексеев. Новости губернии. Тольятти.